Привет, меня зовут Марина Горская, я профессиональная преподавательница английского языка. Сегодня поговорим о том, нужен ли русский язык на уроках английского. И сюрприз-сюрприз, нет, не нужен. То есть, если у вас уроки английского, на которых вам рассказывают грамматику по-русски, рассказывают правила, говорят про то, что типа, смотри, вот это present simple. Present simple употребляется в ситуациях, которые в общем всегда правда, как, например, природные факты, естественные явления физические. Тогда что-то не так, потому что вы все это слушаете, вы такие, ага-ага, вы даже, может быть, выучите правило, что в третьем лице, единственном числе, в present simple добавляется окончание s. Но это никак все не приводит к тому, что вы начинаете говорить по-английски. Если вы задумаетесь, у вас урок, это по сути всего лишь там 60 минут или 90 минут, 2-3 раза в неделю. Вряд ли вы занимаетесь с преподавателем или в группе с преподавателем больше. И расходовать это время на то, чтобы не слышать английскую речь, плюс-минус качественную от преподавателя, соответственно, это очень неразумно. Но, тем не менее, то есть большая часть урока, в идеале, как можно большая часть урока, должна проходить на английском. И причем говорить тоже большую часть урока в идеале должны вы. То есть есть такое понятие, как TTT, teacher's talking time. Это то время, которое на уроке говорит преподаватель. И оно должно стремиться к 30%, то есть оно должно быть максимально низким. Преподаватель должен это контролировать. Потому что единственный способ начать говорить по-английски, это говорить на нем. Именно поэтому в идеале TTT, teacher's talking time, время, которое говорит преподаватель, должно быть таким низким, потому что большую часть урока должны говорить вы. И вам не нужно зубрить правила по грамматике. Вам нужно говорить, делать ошибки, не бояться допускать ошибки. Это хорошо, потому что, когда вы допускаете ошибку, вы понимаете, что вы что-то не до конца знаете, что-то не до конца усвоили, в чем-то не до конца разобрались. И вас поправят, и вы начнете использовать это правильно. То есть вы будете ошибаться там плюс-минус периодически. Но в какой-то момент, если вы сами будете думать о том, что, о, так, вот это там место, в котором я ошибаюсь, мне нужно быть повнимательнее. То есть тоже не просто как бы выплевывать слова, а говорить о чем-то плюс-минус как бы думая, что я конкретно говорю. Немного осознанно, но не параноидально. Не из серии, что типа, о, боже мой, я сейчас совершу ошибку, я лучше ничего вообще говорить не буду. Говорите, но просто старайтесь быть немного более осознанными. На английском. Если ваши преподаватели заставляют вас учить правила и потом рассказывать эти правила на уроке, и тем более на русском языке, это что-то не то. Но именно вот по той причине, по которой я сейчас рассказала. На уроках вы должны говорить и говорить на английском, допускать ошибки, исправлять ошибки, вести беседу. Насчет объяснений грамматики на русском языке здесь еще большая драма, потому что я не знаю почему, но все всегда учат грамматику. Это, кажется, первая вещь, которую стоит учить в языке. Если уж нужно сделать такой выбор, вот типа, одна самая главная вещь, я бы, это уже как бы мое субъективное, пожалуй, мнение, потому что есть коллеги-преподаватели, которые со мной могут не согласиться, но я бы ставила акцент на лексику, то есть на словарь, потому что если вы говорите, если вы знаете слова, вы сможете себя выразить. И даже не так важна грамматика, не так важны времена, вы сможете разобраться, если вы просто знаете, как называются определенные понятия на английском языке или на любом другом иностранном. Если же вы всю жизнь учили грамматику, и вы знаете, просто от зубов отлетает правило, как образуется, там, present simple или present continuous, но при этом вы не знаете слов, и вы не умеете пользоваться тем же самым simple и continuous в жизни, при этом вы знаете все ситуации, когда он употребляется, все вот образование форм, вы не сможете в итоге говорить, и писать вы не сможете, и даже читать и слушать вам будет сложно, потому что вы просто не учились этому, вы учили правила. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем все свое свободное время, которым вы занимаетесь языком, тратить на грамматику, я бы старалась это все дело очень сильно диверсифицировать, то есть разделять на разные направления языка, пытаться что-то слушать, пытаться читать книжки типа Graded Readers, адаптированную литературу, которая совершенно потрясающая, про которую я как раз записывала 5 минут назад видео, но, наверное, уже на канале, а приложу ссылку, соответственно. Вы должны набирать новый словарь себе, учить слова, тоже без перевода, без слова-перевод, то есть без связи с русским языком. Тоже делала про это видео, тоже оставлю ссылку про то, как правильно собирать себе словарь в Quizlet, это бесплатное приложение для изучения слов. Все эти вещи в этом подходе, они оттягивают вас от русского языка, и вы учите английский на английском, через английский, через то, что вы совершаете ошибки, через то, что вы там косячите где-то. Но, тем не менее, вы говорите, и это главное. Если вы будете сидеть и заниматься только грамматикой на русском языке, эти вещи очень часто сопряжены, потому что мало какой преподаватель будет переводить слова вам на русский, ну, я имею в виду прям весь урок. А вот такая тема, чтобы там весь урок рассказывать грамматику, разбираться с ней, все на русском языке, вот это я встречала часто, и со мной в детстве это делали, когда я учила английский. Так что, если вы сталкиваетесь с чем-то таким, то я бы насторожилась, я бы не советовала, наверное, продолжать такие занятия. То есть можно поговорить с преподавателем с вашим, предложить, спросить, почему он так делает. Вот. При этом есть еще важная вещь. В целом, если иногда на ваших уроках проскакивает русский язык, например, когда вы тупите, не можете понять, в чем смысл задания в учебнике, или когда у вас какой-то прям это фатальный рор вообще, тотальное непонимание того, что происходит, можно разобраться на русском языке. То есть в этом нет ничего страшного. Но потом надо опять переходить на английский. То есть русский на уроке английского должен быть исключением. Не должны уроки английского проходить на русском языке. Спасибо, что посмотрели это видео. Не знаю, было оно вам полезным или нет, но сказать мне это было нужно, вдруг кто-то еще не в курсе. Буду очень признательна, если вы поддержите его лайком, потому что это помогает моему каналу развиваться. Если вы с чем-то не согласны, или вы считаете, что я о чем-то не рассказала, будет очень здорово, если вы поделитесь этим в комментариях. Можем это обсудить. Я полностью открыта к критике и к дискуссии. Так что дерзайте, если у вас есть что-то на уме, задавайте вопросы, спорьте, обсуждайте, разберемся. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok